МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селям алейкум, дорогие телезрители! Витаем вас сегодня в эфире программы «Крымский вопрос». Сегодня у нас в гостях два очень интересных собеседника, два человека, которые имеют очень близкое отношение к защите прав человека в Крыму. Это адвокаты крымских татар, которых Россия преследует по делу 26 февраля, того самого митинга за единство Украины в 2014 году. Я рад вас познакомить с этими людьми. Это Эдем Семидляев и Эмили Курбеденов. Здравствуйте! Вы прилетели буквально накануне из Анкары. Расскажите, что там происходило и с какой целью вы летали в Турцию? Я, наверное, начну. Мы, конечно же, поехали, во-первых, ради того, чтобы донести непосредственно с крымской земли информацию для тех, кто проживает в Анкаре, наши соотечественники, что же на самом деле происходит в Крыму во всех красках и подробностях. Вместе с нами туда полетел и журналист Антон Наумлю, который представил в подтверждении всех нарушений прав человека еще и фотографии семей и так далее. Там фото-выставка сильная достаточно. Эти фотографии видел, мы их публиковали много. Антон Наумлюк – это журналист и фоторепортер, журналист, который делал фотографии из семей полицзаключенных, из семей, где люди пропали без вести в Крыму и так далее. Но эта выставка – это одно. А что было, какие встречи были, где вы и что рассказывали, Эдем? Ну, вообще, данная встреча была приурочена к 10 декабря. Это день защиты прав человека. Нас пригласила Крымско-Татарская диаспора Турции. Да, была выставка. И также были несколько встреч, выступлений. Одно первое выступление было в университете, а второе выступление было в ТИПАУ. Это экономическое сообщество, очень такое сильное. И на этой площадке также собираются определенные гости, которые по наболевшим вопросам могут выступать. Такая дискуссионная площадка. Да. Чем интересовались? Они вообще в курсе, Линдаша, диаспора в Турции? И были ли там турки, и были ли украинцы, которые там проживают? В курсе они того, что происходит у нас в Крыму сейчас? Ну, конечно, информированные маловато. Все поверхность знают. Поэтому они очень обрадовались, когда мы приехали. И когда начали делать свои доклады, то есть они узнали более детально, более подробно. По некоторым моментам они вообще не понимали, что происходит. Ну, поэтому для этого мы ездим, для того, чтобы людям объяснить, что и как происходит, чувства людей, как себя люди там чувствуют. Ну, а какие вопросы задавали? И какие реакции были на то, когда вы рассказывали о том, какие там судилища сейчас творятся? Ну, конечно же, эмоций было много. И на всех площадках достаточно. Вопросы задавали разные. Начиная от того, какой быт вообще в настоящее время украинчаем. И заканчивая тем, какие прогнозы на будущее. Мы как адвокаты, правозащитники видим. Вопросов было много. Мы постарались на всех вопросы ответить, конечно. И я считаю, что все-таки нам удалось донести то, с чем мы приехали туда. Надеюсь, что у нас были определенные договоренности на будущее. Мы, я думаю, что будем тоже очень плотно сотрудничать и с украинской диаспорой, которая там находится. Она формируется там, и она достаточно многочисленная, как оказалась на территории Турции. В этом плане, конечно, все прошло плодотворно. А были какие-то провокации, насколько я знаю, во время вашего пребывания? Что-то там российская пропаганда пыталась сделать или кто-то? Расскажите подробности. Ну, после того, как они начали проводить рекламную акцию, что будет такая встреча, такие люди... То есть наша констатарская и украинская диаспора там, да? Да. После этого, насколько нам стало известно, российское посольство начало давить на правительство Турции и говорит, что не давайте площадки, не давайте освещать. Но так как это проводила не государственная организация, а диаспора крымских татар, им все-таки разрешили это делать. С единственным условием, когда мы выступали на вот этой экономической площадке, попросили их, чтобы СМИ не было. И это никаким образом не освещалось. И они как бы согласились. И мы так без СМИ как бы проводили. А вообще интервью давали вы там? Да, интервью давали, конечно. Это вот с одной стороны очень странно. Ну хорошо, но СМИ не придут на эту площадку. Мы выйдем из этого админздания и просто расскажем так, да? Проинформируем людей. Ну вот такое впечатление складывалось хоть как-то, да? Хоть как-то нам подставить подножку даже там, вдалеке от Крыма. Мы вот все-таки чувствовали вот это веяние, да? Тех, кто все-таки стремится любым способом создать информационную блокаду вокруг того, что проходит на территории Турции. Значит, понимаете, в чем дело? Это говорит, в общем-то, о том, что вас боятся. Боятся правда, боятся, что она дойдет до жителей других стран. Ну действительно, если они считают, что никакие нарушения прав не существуют, дайте нам высказаться и по факту, да, выступите сами. И скажите, что мы лжецы, там, еще что-то. Если, конечно, в такой способ идет борьба, то я считаю, что это, конечно, именно какой-то страх. Страх того, что какая-то информация выйдет наружу. Это подковерные были только какие-то моменты? Или они выходили куда-то, там, что-то пытались спровоцировать? Нет, это в основном только подковерные были. Ну, хотя организаторы очень беспокоились, что будут провокации, что будут, там, чуть ли не яйцами закидывать. Ну, слава Аллаху, этого не было. Нет, конечно, Россия очень сильно работает в своей пропаганде, конечно, и по дипломатическим каналам давит, и все такое. И я вот хотел поинтересоваться, а вы в каких-то других странах ведь еще были, да, кроме Турции, с этим вопросом? Да, мы выступали в ряде стран. Вы же недавно ездили в Европу, конечно. Да, в Польшу, в Литве были. В Литве. Там просто мы в основном последние разы, это были площадки ОБСЕ, где тоже по тематическим вопросам, это по свободе слова было, это по религиозным нарушениям было. Вот в Вену мы тоже ездили, да, по поводу этого. Это площадки ОБСЕ были последние, где мы выступали с докладами о нарушении прав человека в Крыму. Там тоже российские представители? Конечно. Конечно. То есть, хотя они везде заявляют, что им эти площадки неинтересны, что они на них никак не влияют, но постоянно обязательно какой-нибудь российский представитель начинает троллить, начинает нести какую-то чушь о Крыме, говоря о том, что в Крыму все хорошо. Это вот как раз было в Вене, был представитель, зам председателя журналистов, по-моему. Он говорил, что он встречался с Бальбеком, и что он ему сказал, что в Крыму все хорошо, что в Крыму мусульман не ущемляют, что мусульман за период российского правления съездил в Хадж намного больше, чем за 20 лет при Украине. Что строится мечеть, и вообще все прекрасно в Крыму. Ну, а то, что людей похищают, да, что десятки детей остались без отцов, что каждый день матеря и жены льют слезы, это как бы, наверное, неважно. Они об этом просто не говорят. Да. Я просто для телезрителей, которые не в курсе, скажу, что человек, которого я ему упомянул, Руслан Бальбек, это такой коллаборационист, предатель, человек, который входит в правительство, так называемое, Аксенова, и понятно, что он... А сейчас же нет, сейчас он даже депутат Государственной, так называемой, Думы от Крыма, да, тоже попал под санкции и так далее. В общем, понятно, что ему ничего не остается, как отрабатывать свою роль. Ну, а как реакция европейцев на это? Они все-таки понимают, что российские представители просто лгут? Я думаю, да, потому что очень часто, когда мы выступали и вот такая вот конфронтация встречалась, очень часто в защиту того, что мы говорим, вставали делегаты Америки, Англии, Франции. Вот только один раз я помню, делегаты от какой-то африканской страны встали в защиту России. Я не помню, какая-то страна была уже, вот не помню, не буду обманывать. А в основном? В основном, да, то есть делегаты все понимают, где правда и где ложь, потому что то, что мы говорим, это факты, да, и у нас есть документы, у нас есть доказательства, документы, люди, свидетели и так далее. Мы можем это доказать в любой момент любому человеку. Ну и доверие к России падает в мире, да, вот, то есть вы видите, что им не доверяют. Ну, и то, что депутаты, это же важно, чтобы не только вы говорили, да, и не только украинские какие-то представители, депутаты, там, послы в БСЕ и ФСЕ, а чтобы это говорили тоже и представители других стран. Именно от них тоже исходит поддержка. Ну, конечно, конечно. Теперь я хочу от ваших поездок с целью рассказать о положении дел в Крыму с крымскими татарами, перейти, собственно, к делам, которыми вы занимаетесь. Как-то будет правильно сказать, ведете или как это? Идем, да, ведем. То есть у вас тоже самое, адвокатов тоже вести было. Именно делало. Да. Вы до этого были в Киев, через Киев летели, здесь давали пресс-конференцию, давали множество интервью разным журналистам украинским. И вы сказали, что тоже мало знают в Украине, даже, не то, что за границей в Украине, а в делах против крымских татар, против журналистов в Крыму. Поэтому я прошу вас, не знаю, кто, Эмиль начнет, или, в принципе, про это дело 26 февраля. Дело о митинге массово, на которое вышли крымские татары в защиту единства Украины 26 февраля, за день, буквально до того момента, как, собственно, началась аннексия. Вот просто фабулу дела расскажите. Что это за дело вообще такое и кто в нем является обвиняемым со стороны России? Я начну. Дело, конечно, оно без преувеличения уникально историческое. Это дело в отношении крымских татар, в том числе Ахтема Чайгоза, который как организатор массовых беспорядков. Это зампред Меджилиса крымсо-татарского народа. На территории Украины, будучи гражданином Украины, выступал и присутствовал на определенном мирном собрании, и за это его судит Российская Федерация. То есть это было даже фактически не при Российской Федерации, а 26 февраля мы знаем, что это... То есть это даже де-факто, не то что де-юре, а даже де-факто не было там еще никакой России. Да, ничего не было. То есть об этом могут рассказать те, кто там был, зачем они туда вышли, это всем известно. На это мирное собрание там было множество людей. Это первое, да. Это, я думаю, что Ахтем Чайгоз и вот это уголовное дело, и ребята, которые страдают тоже, они войдут в историю по-любому. Я хочу сказать, что это показательный такой суд. Вот показательный суд России над крымскими татарами. Здесь вы увидите уникальность еще в том, что все обвиняемые крымские татары, а все потерпевшие это славяне. Вот даже такое разделение, оно такое, да, нагло вызывающее, как по мне. Но мы же знаем, как это происходило, когда собрались тысячи крымских татар вокруг здания правительства Крыма, и когда туда потом начали подвозить уже на автобусы из всего Крыма, подвозить вот это так называемое русское единство, которые сами там не собрались, ни за какую Россию не там не митинговали. Они, в общем-то, ждали просто, видимо, сигнала. Их свозили, 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 и они устроили там давку. Тем не менее, там никаких массовых беспорядков не было, которые им вменяют. Ну, а про то, что они происходили вообще, так сказать, в другой юрисдикции это уже сказал. Я хотел бы, чтобы Дэн добавил про еще двух ребят, которые проходят по этому делу. Ну да, в данном деле данное дело разделили. Да, мы об этом поговорим. Но смысл, Владимир, за этот тот самый митинг. Да, да, то есть то же самое за участие в несанкционированном митинге судят, сидят в СИЗО уже практически почти два года. Это Али Асанов, мой подзащитный, и Мустафа Дагерменджи. Еще трое подсудимых, они под поручительство вышли из СИЗО и пока как бы, ну, ходят из дома. Но их тоже будут судить? Да, да, они также на суды каждый раз являются, и они также обвиняются по точно такой же статье, как Али Асанов и Мустафа Дагерменджи. Поэтому СИО в том деле, там пятеро подсудимых. А разделили это дело, я поясню немножко телезрителям, особенно из других регионов Украины, о том, что это дело 26 февраля, сфабрикованное Россией по так называемым массовым беспорядкам, оно было разделено. Одно дело в отношении зампреда Меджилиса Крымско-Цитарского народа Ахтемыча Игоза, а другое дело в отношении вот тех людей, о которых вы говорили, это участники демонстрации в защиту единства Украины, Мустафа Дагерменджи, Али Асанов, еще двое ребят, да? Еще трое ребят, да? С какой целью российское так называемое правосудие разделило эти дела? Хотя вроде бы одно и то же. Ну, я могу сказать, что, конечно же, для того, чтобы разделить тех, кто приходит и поддерживает этих людей, чтобы не было вот этой народной силы такой, которая приходит, которую видно, которая приходит к Верховному суду, вот это, во-первых, для этого было сделано. Во-вторых, для того, чтобы первое дело уголовное, где человек судится по видеоконференции, Ахтемыча Игоз, да? Они впервые там вот об этом Полозов часто говорил, и он на каждом заседании, Николай Полозов заявляет, ходатайся о том, чтобы Ахтемыча Игоз все-таки пристал в зале суда, а не по телевизору общался с ними, так скажем. Вот. И я считаю, что это абсолютно именно настолько надуманные основания для того, чтобы разделить это дело, да? И основной целью служит все-таки вот такое разделение масс, которые будут туда приходить, чтобы не было, не видно было вот этой массовости, потому что очень много неудобств, люди хотят и туда прийти, и сюда. Ну да, много заседаний, они идут параллельно там. Да, и, конечно же, они прогоняют свидетелей и потерпевших по делу Ахтема Игоза, смотрят, как они выступают, а потом прогоняют уже свидетелей здесь. И те ошибки, которые они там допустили, например, они могут уже здесь дорабатывать. То есть они жизнь себе таким образом работают, так называемое облегчают. Да, да. А нет ощущения такого, что сделано это для того, чтобы дать понятие остальным, что вот зампреда Меджлиса судят, он все равно сядет, он преступник, экстремист, а у вас есть шанс, как бы, вот, Мустафы, Али, ну, вы что-нибудь там скажите, дайте какие-то показания, и вы выйдете. Ну, вообще, как бы, им изначально предлагали. Сотрудничество. Да, на стадии следствия напишите, что вас позвал туда Ахтем Чигоз, напишите, что он это организовал, и вы завтра выйдете. Ну, это, по сути дела, ну, донос, как это называется, уже свидетельство. Да, да, против своего соотечественника. Поэтому ребята, конечно же, на это не пошли, и вот уже практически два года сидят в СИЗО. Вот вы спросили, почему разделили. Еще я вижу в том, что, как идут дела. Они идут немного по-разному. То есть дело Ахтем Чигоза сильно форсируется. Ускорило в порядке сейчас, да. Да, да, то есть в неделю три или четыре заседания проходят, и проходят такие полноценные заседания. В отличие от нашего дела, который проходит в Центральном районном суде, оно идет очень медленно, очень вот никак мы не можем раскачаться. Прошло уже практически десять заседаний, но допрошено всего лишь два свидетеля. То есть фактически дело тормозится, и как бы пропускают дело Чигоза вперед. Зачем, для чего? Ну, видимо, хотят поставить точку по Чигозу. Вынести приговор. А здесь уже каким-то образом, опираясь на тот приговор, на те показания, уже и в суде Центрального районного суда легче будет работать. Он будет знать, кто хороший свидетель, кто плохой свидетель. Ну, в их непонимании. И уже как бы по накатанной будет это дело тоже быстро прокатывать. А говорили, или я слышал где-то, или, может быть, это вы в интервью говорили, что хотят прям годовщине, к 26 февраля этот вынести приговор. Ну, такой слух ходит, как бы. Пока это просто слух, что, да, дело Ахтема Чигоза хотят как бы 26 февраля уже вынести приговор. К трехлетию. Да. А, может быть, еще они из того исходят, что вот, когда судишь сразу много крымских татар, да, это прям вот как-то выглядит совсем ужасно, да? А здесь вроде как зачинщика, как они его называют, там, организатора судят отдельно, а это вроде отдельно такие люди, и у них же даже обвинения разные все-таки не сделали, да? Да, вот я же говорю, чтобы убрать вот эту массовость и в самой, там, клетке, и в самом, самих присутствующих, чтобы вот разделить это. Это, конечно же, одна из целей было вот такого вот разделения уголовного дела. Это однозначно. Ну, а статьи вменяемые какие, они тоже разные? Нет, статьи одна, части разные. Части разные, да. Он как организатор массовых беспорядков Ахтемага, а они как участники массовых беспорядков. То есть они были участниками, он организатором. Ну, до сих пор вот по Ахтему Чигозу, те свидетели, там, потерпевшие, кто выступают, еще никто никаких показаний, которые бы в чем-то увлечали Ахтемага, не дал. Это абсолютно надуманное обвинение. Для того, чтобы человека обвинять по такой статье в любой там цивилизованной, да, нормальной стране, было бы там хотя бы 2-3 аудиозаписи и какие-то планы, схемы. Ну, да, заранее, что мы таким устроили беспорядки, там, с жертвами. То есть у человека, когда он туда идет, у него же должен был быть мотив, да. Он до этого должен был все это организовать, что будут бить вот этих, убивать вот этих, взрывать вот это, поджигать вот то. Должны были быть планы, аудиозаписи какие-то там, и так далее, и так далее. Мы еще отметим для телезрителей, что никого там не сожгли, и ничего там каких-то беспорядков не было. Там была, ну, такая толкотня, и две части митинга стояли довольно плотно, но ничего там не было, никаких там массовых беспорядков, ничего там вообще в принципе даже, что так можно охарактеризовать, такого нет. Ну, там в результате давки погибли люди, были несколько людей, которые погибли, да, но это из-за давки было. Ну, не из-за давки, они же погибли, по-моему, из-за сердечной недостаточности, что-то такое там. Да, там женщина пожилая была. Ну, и было, кто из-за давки. Там были переломы костей, грудной клетки и так далее, то есть экспертизу я видел, но это не... Не свидетельствует о вине крымских татар. Конечно, конечно. И там одна из причин, может быть, из-за того, что ряды, где разделяли сотрудники милиции, она просто ушла. Милиция ушла. Да, и по идее там можно за то, что вот даже люди пострадали и умерли. Конечно. Обвинить как раз тех, кто вот, кстати, предал Украину, там сейчас с новыми погонами ходят, они как бы ни при чем здесь, да. И те, которые свозили этих людей со всего Крыма туда, на митинг, где были крымские татар, они тоже как бы ни при чем. А Чегос виноват и наши ребята виноваты. Но вот скажите, все-таки там сроки разные, да, у Ахтема Чегоси до 8 лет. От скольких до скольких лет? Ну, он под старую редакцию там попал этого закона, потом уже сточили там до 15, сделали его часть. А сейчас от и до? От 3 лет до 8. От 3 до 8. А у Алиасанова Настафеда Герминижа до 5 лет. До 5 лет как участники, да. Вы говорили про свидетелей, которые ничего не могут сказать. К тому же, и даже вот ребята, которых судят, как участников, они даже не знакомы были с Ахтемом Чегосом, который он называет организатором. То есть они познакомились фактически уже во время суда. Да. Уже в СИЗО познакомились. Да. Ну, и опять же, насчет свидетелей. Мы же знаем, что самый надежный свидетель в российском правосудии – это тайный свидетель, которого нет лица. Вот расскажите, я думаю, что украинцам вообще в целом никогда не была знакома такая практика, во-первых, по видеотрансляции, почему человека не могут привезти в суд, да, Ахтема Чегоса. И, кстати, а ребят тоже судят по видеосвязи? Нет. А они их привозят, да? И что такое тайный свидетель, и каково к нему доверие, и как суд принимает такие показания вообще? Вот расскажите, что это за российское такое ноу-хау судебное? Ну, я считаю, что тайный свидетель в российском судопроизводстве – это полный фарс. Полный фарс – это спасательный круг обвинения, которым они залатывают дыры, если так можно назвать, да, со своим обвинением. То есть это то, что вытягивает это уголовное дело на более-менее какое-то такое похожее, ну, более-менее обоснованное обвинение. Вот, конечно же, мы не знаем, кто там сидит, сидит ли кто-то с ним рядом и подсказывает ему ответы на вопросы. Вот, это невозможно проверить, это невозможно установить. А как это происходит? Это какой-то искривленный звук в зале? Да, 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 да. То есть изменяют голос, и не видно этого человека, кто там сидит, он с измененным голосом. И любой неудобный вопрос, он может сказать, например, свидетель, что этот вопрос направлен на мое разоблачение, моей личности, и не отвечает. То есть это полнейший фарс. А вообще в Европе, в мире вы выступали, как вы это понимаете, понимают люди, о чем вообще идет, о тайных свидетелях каких-то? Ну, мы пытаемся это объяснить, мы пытаемся это объяснить, и по факту люди понимают, что это фарс, да, абсолютный фарс. По-другому это назвать нельзя, к таким показаниям стоит относиться только критически, да, и вообще их не брать во внимание. Ну, вот сейчас такие показания, вот я не знаю, какой суд, любой, если вы, в смысле, европейский суд будет рассматривать, как он вообще к ним будет относиться? Да никак он не будет относиться, он будет относиться к ним критически. Есть, просто понимаете, хорошо, если есть так называемый тайный свидетель, должны быть четкие доказательства того, что ему, этому свидетелю, что-то грозит. Да, то есть на него было совершено покушение, и это доказано, было возбуждено уголовное дело, и так далее, и так далее. Тогда государство, как бы, защищая его, скрывает его личность. Здесь этого вообще ничего нет, конечно. Даже самой вот этой основы элементарной. То есть они нарушают даже российский закон в части этих тайных свидетелей? Да, да, да. Я более того скажу, уголовный процессуальный кодекс не предусматривает изменение голоса этого свидетеля. Там четко написано, что свидетель должно обеспечиваться, то есть визуально, чтобы его не было видно. А голос не имеет права не искажать. А голос искажается. Кстати, я не помню, на каком деле это было, наверное, по делу Чайгоза было. Там они придумали свидетеля, который член Меджилиса якобы Кронстатарского народа по фамилии Петров. Это вот, я не знаю, это даже не фарс, это какой-то уже журнал «Крокодила». Если бы это людей не судили, было бы очень смешно на самом деле. А что они говорят? Они говорят, мы знаем, что он там хотел, я не знаю, как это вообще происходит. Ну я досконально не могу сказать, что там они говорили, так на вскидку. Единственное, вот скажу, что это спасательный круг. И, конечно же, они подтверждали факты того, что Ахтем Чайгоз действительно является организатором и так далее. Но это единственный, кто подтверждает этот факт. А все остальные свидетели, там большинство из них просто его никогда в жизни не видело. И на митинги тем более. И никто там подтвердит какую-то информацию, которая его в чем-либо... То есть, стоп. То есть, даже секретные и тайные свидетели его там не видели? Или они говорят, что видели? Нет, они, конечно же, будут говорить, что они видели. То есть, судья задает вопросы, адвокаты задают вопросы, а он говорит, судья спрашивает, вы видели организаторов этих беспорядков? Да, видел. Это был Ахтем Чайгоз, да? Нет, ну сначала свидетель рассказывает в свободной форме, а потом задаются ему вопросы. Уточняющие. Да, уточняющие. И, конечно же, он пересказывает обвинительное заключение. Но если это, скорее, наводящие вопросы, а не уточняющие. А судья... Вот каково поведение судьи, который знает, что судит неправедно, не может этого делать ни по закону, ни по совести? Как себя судьи ведут? Ну, по делу Ахтем Ага там три судьи. Да. Там двое бывших украинских судей, да? Один из России. И вот этот, мы заметили тоже, и Николай это заметил, Ползов, но это очень видно, что фактически председательствующим является приезжий судья. А он на самом деле не председательствующий? Нет. То есть формально председательщий из предателей, значит? Из России, вот он с краешку сидит, но фактически он там. И Николай на это обращал очень много внимания, и сделал замечание председателю, и Ахтем Ага делал замечание тому, который с Россией судье. Вы, наверное, помните все, как прокурор один раз сказал, там, жители Крыма и крымские татары, помните? Он так разделил. Я не думаю, что это была оговорка, ну, либо это оговорка по Фрейду, там, я не знаю. Ну, у нас и бывший, так называемый, прокурор говорила о какой-то там крымской нации, какая-то чушь вообще полную несла. А здесь, это, конечно, была знаменитая история, когда прямо в суде разделили крымских татар и народ, и жители Крыма. И жители Крыма, да. Крымские татары, это как будто такие, проговорились, что ненужные люди, пришельцы, которых, в общем-то, тут быть не должно. Все были возмущены, Ахтем Ага тогда выступил, и мы с Николаем. Вот в таком русле проходит это уголовное дело. Вот в таком. Как, ну, про судей понятно, как себя ведут, в общем-то, по сценарию, а как ведут себя наши люди? Ахтем Чайгос, Мастафа Дегремиджи, Алиасанов. Что они говорят, как они держатся? Расскажите украинским зрителям. Ну, Ахтем Ага держится достойнейшим образом. То есть, видно, что у этого человека нисколько не сломлен дух, да, а наоборот, он укрепился в своих взглядах, взглядах на то, кто мы, да, на этой земле, что это за земля, и кто вообще такой крымско-татарский народ. И это видно в каждом выступлении Ахтема Чайгоса. Это, может быть, это их излит, поэтому они по видеотрансляции, там же звук плохой, видео плохое, да. Да, и так бывает тоже. То есть, они поняли, что просто Ахтем Чайгос, зампред Меджилиса, использует судебную трибуну, как трибуну, да, изобличая много ярких речей. К сожалению, их не транслируют по большинству украинских каналов, а стоило бы показать, потому что это настоящий трибун, настоящий патриот Украины, патриот Крыма, который говорит в глаза такие им вещи, что, конечно, единственный выход, мы имели возможность совсем его удалить, даже без видео-трансляции, они бы это сделали. Не сделали бы, конечно, но это вообще был бы фарс полнейший уже, просто полнейший фарс. А люди, которые приходят, они вот уже, у них в традицию вошло, они там как полевую кухню сделали, они там каждый дежурят, приносят. Это уже Эмиль рассказывает о людях, крымских татарах, которые поддерживают подсудимых, которые приходят на каждый суд, которые у суда приносят еду, плов там, да. Мы видели Николая Полозу, который адвокат главный по делу Чайгосу, как его там кормили, день рождения отмечали, крымские татары, это тоже все во время суда, все происходит. Я думаю, это нонсенс для России. Крымские татары, это нонсенс для России. Они увидели очень многое, да, и то, на что они абсолютно не рассчитывали. А на что они не рассчитывали? Они, вы знаете, даже по теории вероятности из 20, там, сколько человек? Два. Из 22 человек кто-то должен был кого-то сдать, а кто-то должен был поплыть и расколоться. По теории вероятности. Но все держатся стойко, да, никто никого не сдает, все держатся на своих позициях, и все принципиально отстаивают свои права и свою свободу, да. И это для них, я думаю, нонсенс. Я видел тоже, как держатся на суде Али Асанов, Мустафа Герминджи. Это такие крепкие, уверенные в себе люди, которые тоже, ну, лучше бы ты об этом рассказал. Да, моральный дух у них, конечно, очень приподнятый, хороший, хотя они раньше не были, там, какими-то активистами крымско-татарскими, но именно жизненная ситуация, это их повернуло на 180 градусов. Причем, Мустафа Герминджи, он был, по-моему, в бизнесе работал, менеджером, да, по-моему? Да, да. А Али Асанов занимался сельским хозяйством, у него хозяйство свое. Вот и об этом тоже... Ну, на сегодняшний день, да, это, как бы, герои крымско-татарского народа, можно сказать. Это те люди, которые стали интересоваться вообще жизнью крымских татар. Я думаю, после того, как, иншаллах, они выйдут, это будут, как бы, моральные авторитеты. Моральные авторитеты, конечно. И я хотел сказать, что вот арестованные, они, вот эти 20 чем-то человек, 22 человека, они из разных слоев населения. Это по-разному делам. Они разные профессии, разных, там, психотипов, разных, там, социальных, там, этих, связей, все, они абсолютно все разные. У них даже общественных активистов практически нет. Ну, да, ну, это показатель, да, тому... А зачем они делают? Вот, может быть, это по образцу, может быть, вы слышали про болотное дело такое в России, когда арестовывали людей, и даже, и люди были там, кто-то был пенсионером, кто-то был студентом, кто-то был еще кем-то. А зачем они это делают? Чтобы хотя бы кто-то из них пошел навстречу тем, кто их туда засадил. Ну, и показать, что в этой стране мы до любого человека достанем, будь ты пенсионер, будь ты студент, все равно ты, как бы, чтобы люди не выходили, чтобы люди не участвовали ни в чем. Спецслужбы всегда решают несколько задач сразу, они не решают одну, они действуют сразу в несколько... То есть они берут разных крымских татар, судят их по разным делам. Кого-то называют экстремистом, кого-то называют, там, участниками Сизу Тахрира, террористом и так далее. Среди них также есть славяне, которые приняли ислам. Это, во-первых, делается для того, чтобы показать славянам, будете принимать ислам, вот так с вами будет. И для того, чтобы замешать славянами вот этот, и сказать, это мы не по национальному признаку. А на самом деле это для такого страха среди крымских татар все делается. Конечно, конечно. Я благодарю вас за этот эфир. Я надеюсь, что он был очень интересен для всех жителей Украины, которые много сложностей в стране, многие не успевают следить, действительно мало уделяется внимания и средствам массовой информации и так далее. Спасибо вам за такой подробный рассказ. Сегодня с нами в эфире программы «Крымские вопросы» были адвокаты крымских татар. Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова